Куклы со смыслом. Именно такие в коллекции Татьяны Капличной. Вот Тургеневская барышня скромно сложила руки, ожидая будущего кавалера. А тут весьма загадочная мадам, будто только сошла со страниц рассказов Бунина. Этих красавиц мастерица создала, прослушивая аудиокниги литературных классиков. Кстати, каждая обладает своей тайной. Создавать она их начала 12 лет назад, когда устроилась в Уральский центр народных промыслов и ремесел. Там же познакомилась и с истоками возникновения народной куклы. В зимнее время, когда был собран урожай, когда собиралась вся семья при Лучине, и делали куклы. Основной куклой была столбушка. Основой могла быть гора березы или просто скруточка из ткани, изо льна. Это была игровая кукла. И вот если готовились к свадьбе, то делали очень много, до 100 штук. И обыгрывали, вот как сейчас у нас пишут сценарии, то раньше это все обыгрывали. И когда уже прошла свадьба, еще очень долго, вот это все играли, обсматривали. При рождении ребенка делали куклу-берегинюшку, которая служила оберегом в течение всей жизни. Сегодня таких не встретишь. А вот современные детские погремушки-подвески – это прототип старинных. Правда, тогда их называли кулатки. По кукле выбирали невесту. Но если какая-то из девушек засиделась у девушки, и никто ее не сватал, она от отчаяния делала вот такую куклу. Кукла называлась «Капустка», что девушка уже созрела, готова к замужеству, но никто ее не брал. И она выставляла эту куклу на окошко. Проходящие мимо ребята видели, что в этом доме есть невеста. Мастерица в своих работах сочетает народные традиции и вкладывает свое авторское видение. Так у Татьяны появилась серия кукол «Хочу замуж». Затем свадебные. Кстати, их в древности называли громоотводы. Их дарили молодым, чтобы они отводили их от ссор и неприятностей. Создавая коллекцию, мастерица вносит много современных штрихов, но всегда придерживается истории народных кукол. Были такие вот правила, что ротик должен быть маленький, меньше говорить. И поэтому, ну вот какие-то такие я соблюдаю. Ручки, чаще всего, если посмотреть на мои куклы, у них ручки собраны. Делали куклу так, вот допустим, если здесь она навстречу жениху она хочет сидеть, то уже такие вот игровые там куклы уже делали, ручки собраны. Почему? Чтобы не растерять свое счастье. Вот такое было поверье. Сегодня мастерица также входит в Ассоциацию народных промыслов и ремесел, которые финансируются Европейским Союзом и внедряются в ПРООН. Совсем недавно Татьяна стала победительницей в онлайн-конкурсе для мастеров, подготовив кукольную молдавскую семью в особенном колорите. Когда делаешь работу, обязательно надо делать с хорошим настроением. И даже если у тебя на душе тяжело, ты, когда начинаешь делать, ты отбрасываешь все плохое, потому что кукла передает твое состояние, вот твое тепло. Для работы используют только натуральные материалы. Отмечают, что самое увлекательное – создание образов и различных причесок, идеи для которых находят в обычных салонах красоты. В планах на будущее – подготовка новых кукол, а в мечтах – оформление детского кафе. Во все времена у куклы был особенный смысл. Мне, например, понравилась кукла-нянюшка. Она символизировала особенный уход за ребенком. Мы вам с ней желаем доброго утра и замечательного настроения.